Друзья, всем добрый день, доброе утро и добрый вечер. Здравствуйте, сегодня будет интервью с таким человеком, которого я думаю вы не ждали и возможно даже не знаете, хотя он является совладельцем Неверлуза, Спиртхака и еще одного чита, о котором вы услышите в видео. Интервью получилось мега информационным и мега интересным, я действительно рекомендую вам досмотреть до конца, но в свою очередь я напомню вам про то, что нужно подписаться на канал, прожать лайк, колокольчик и кфг шоу в описании, да и конфиг на Неверлуз тоже. Я желаю вам приятного просмотра и больше не буду вас затягивать, поэтому пойдемте смотреть. Пау! Привет, Дарт! Огромное тебе большое спасибо, что согласился принять участие в нашем интервью и я думаю, наверное, самым первым вопросом будет интересно узнать кто ты, что ты за личность и расскажи о себе, потому что я знаю, что тебя знают многие кодеры, но в сфере обычных ИВХ юзеров ты не настолько знаменит, скажем так. Привет, меня зовут Влад, живу в Москве, занимаюсь ходингом, ну и в принципе являюсь владельцем Неверлуза, Спиртхака, ну и Новихакс, хотя про него мало кто знает. Слушай, ну вот как раз таки да, я знаю про Неверлуз, знаю про Спиртхак, как и многие, но не все знают то, что у команды Неверлуза есть еще один чит. Ну да, этим читом является Новихакс, в принципе история с ним очень простая, нам однажды написал, как он, немецкий маркетолог или что-то подобное, его никнейм Крис, он уже до этого был владельцем двух уважаемых проектов и решил написать нам. Ну, как я понял, он просто понравился, спиртхак, он захотел сделать с нами чит. Так. В принципе, мы просто накодили ему чит и дальше мы его просто продаем на европейскую аудиторию. Естественно, русская аудитория, очевидно, что чит, лейт чит по цене там, сколько там, 14 евро, не очень интересен, но в Европе довольно охотно берут как-то так. Ну, а вообще, как давно он был создан и что было создано раньше, Неверлуз, Спиртхак или все-таки ваш третий нерусский проект? Наш таймлайн выглядит примерно так. Сначала мы начали кодить спирт, потом написал этот чел с нових аксом, мы начали его делать, ну, а в конце уже пошел Неверлуз. Хотя, конечно, идеи про Неверлуз уже были довольно давно еще, когда мы только делали спирт. Ага, слушаю, ну это очень здорово, что вы так сильно развиваетесь. Ну, давайте все-таки поговорим про спирт, коль ты говоришь то, что вы его изначально начинали кодить. А расскажи, как вы пришли к созданию спиртхака, как вообще вы познакомились со своей командой? То есть, ну, соответственно, я так понимаю, что ты и анархист являются непосредственными владельцами. Вот, расскажи про ваше знакомство. И это было как коммерческая задумка изначально, или все-таки это был такой, на позитивующих проект, чисто на тренировать знания? Ну, с анархистом познакомились очень просто. Анархист искал себе людей в команду в CS поиграть. Ну, естественно, нашел меня, стал играть в CS. Потом, естественно, как-то так дошло, что решили сделать, попробовать какой-то чит. Как бы никакой коммерческой очевидной задумки здесь не было. Здесь просто изначально был просто реальный интерес, как-то тренировать знания. Ну, а потом это уже все постепенно перешло вот в такой врус. А возникали ли у вас какие-то проблемы при создании чита? Может быть, кто-то сурсы сливал, или там ссоры в команде? Ну, либо какие-нибудь еще посторонние факторы, которые мешали, так скажем, непосредственно выводу спиртхака на русский рынок и его создание? Основная проблема, о которой я бы сказал, это то, что мы как бы были новички на этом рынке. И поэтому очень сложно было справиться с тем, что очень много людей просто банально не доверяло читу. То есть, дойти на югейм, тоже там было довольно многих хейта, каких-то комментариев от людей, которые там считают, что это какой-то скам и так далее. В том числе, допустим, даже такие уважаемые люди, как Липачина, они как бы тоже с ними к некими недовериям относились. Ну, в принципе, понятное дело, потому что очень много таких подобных каких-то скам-проектов, которые просто появляются и там на следующий день уже собирают деньги и исчезают. Проекты однодневки, как так. Обычно приобретают называть. В общем-то, да. Ну, соответственно, ну, мы через это все прошли, как бы просто продолжали работу, несмотря ни на что. И вот так вот получилось, что в итоге все стали с нами относиться совсем по-другому. Слушай, а расскажи, сколько у вас было детектов и когда был последний? Именно сейчас про спиртхак говорить. Ну, детектов, на моей памяти, по-моему, три. Последний был, наверное, прошлым летом. Это он был неполный, а я скажу, частичный. Отлетели, по-моему, те, кто, у кого был довольно низкий трансфактор. Ну, все. Ага, ну смотри, а касаемо спиртхака, его кодингом занимаешься ты и анархист. Или же все-таки SoFive также занимается кодингом спиртхака? Ну, я знаю то, что он занимается кодингом спиртхак беты. Но все-таки расскажи, как он пришел в ваш проект, как вы с ним познакомились. И когда он подключился? Еще на моментах спиртхака и вашего EU-шного чита? Или же уже непосредственно только на Новорлузе? Ну, пришел SoFive, когда мы решили делать Новорлуз. Как бы мы, в принципе, задумывали, сделать какой-то рейс чит. Естественно, искали хорошего для этого кодера. Ну и нашли SoFive. А насчет, если говорить о спиртхака, то, в принципе, в какой-то момент мы поняли, что туда нечего добавлять. То есть мы туда уже добавили практически все, что только можно. Тогда мы или прилипали туда из Новорлуза SoFive, чтобы он охотил какой-то неплохой рейдж, чтобы его можно было продавать за эти 300 рублей и быть одними из самых лучших на рынке за эти деньги. Слушай, ну раз мы затронули бету вашу, которая еще пока бета, и SoFive, расскажи, когда же все-таки выйдет этот долгожданный апдейт? Если зрители не понимают, я говорю о той бете, с которой играл Кислый или Пачин? Вот. Которая ебала все и вся. И вот все-таки, когда ее ждать уже на рынке? Когда можно будет покупать Хаск за 300 рублей, идти катать и убивать всех? Блин, ну смотри, мы хотели выпустить в феврале как бы. Нет, точнее как. Изначально мы вообще планировали выпустить в декабре, но что-то пошло не так. Сейчас мы, в принципе, рассчитывать выпустить в феврале, но максимум в марте. То есть, вот так вот. Если что-то сдвинется, конечно, будет не очень хорошо, но мы постараемся, чтобы такого не было. Скажи, будет ли новая версия спиртхака лучше на Варлуза? Ну, я думаю, что очевидные сцены, что не будет. Типа, ну что вы хотите, чтобы чит за 300 рублей, убивал чит, который стоит 19 евро. Она будет вполне неплохой. То есть, по своей ценовой категории, я думаю, что она будет лучше. И, в принципе, и даже лучше многих читов, которые стоят гораздо дороже. То, что она будет лучше на Варлуза, ну как бы, довольно глупо. Глупо это ожидать. Так вот. Слушай, ну раз мы так плавненько пришли к на Варлузу, Расскажи, почему вы решили сделать именно ребрендинг на Варлузу, а не просто обновить спирт? И почему Новорлуз является закрытым софтом, а не пабликом? Ребрендинг мы решили сделать, в принципе, изначально, в принципе, Новорлуз начинал с чита на Апекс. То есть, может быть, кто-то даже знает. Лукасире почти на снимал видос по Апексу. И изначально мы решили сделать именно как отдельным проектом, потому что, чтобы, так сказать, чит на Апекс никак не влиял на наш, а потом пришла идея сделать рейдж чит, и решили, что будет лучше, если спирт останется тем читом за 300 рублей, а все самые уже сделаем чит там за 19 евро. Потому что, в принципе, просто так взять и повысить цену на спиртхак, как бы было нельзя. То есть, у нас было либо два варианта, либо повышать цену, либо жестко темпить рынок. Нас ни один из них пьянов не устраивал, поэтому мы решили сделать как отдельный чит. Ну, а все же, почему мы решили сделать закрытым софтом? В принципе, я бы не сказал, что Новорлуз это прям полностью закрытый софт. То есть, мы, в принципе, постоянно расширяем нашу пользовательскую базу, как я сказал. Но основная идея в том, что мы просто не сходили сразу же пускать туда слишком много людей, потому что... Было бы много хейта в начале? Было бы много хейта и так далее. То есть, изначально была вообще идея, как бы попытаться создать супер аудиторию, которая там, так сказать, будет адекватной. Как вы вонили? Ну, в общем-то, да. Ну, не сказал бы, что это очень хорошо у нас вышло, но, тем не менее, мы постарались пока. Сейчас я бы сказал, что у нас прям такая уж ужасная аудитория, в принципе, довольно неплохая, на мой взгляд. Не, ну да, согласен. Как говорится, в семье не без урода, но комьюнити в Нелле относительно хорошие. Слушай, ну и раз ты говоришь, что он почти открытый, вы расширяете горизонты, почему у вас так редко проходят аппликации в тикет? То есть, я заметил то, что по аналогии, они проходили раз в три месяца у вас первые два раза. Или даже первые три раза. А следующих не было сколько? Месяцев пять, наверное. Почему такой долгий промежуток? С чем это было связано? Ну, про три месяца, конечно, на самом деле, ерунда. Типа, это так просто так получилось, что получилось, что раз в три месяца. На самом деле, мы не ставили каких-то четких себе сроков. Ну, а почему так долго получилось? Ну, потому что последние, как эти, аппликации, они были довольно сложными. То есть, там, в принципе, написало, там, условно, более двух тысяч аппликаций. И проверка каждого из них, мы же не можем, допустим, там, проверить, там, за минуту. Ну, то есть, мы можем, которые, допустим, очень короткие, или просто сразу бусорные, можно отнимать. Но большинство из них приходилось, допустим, сидеть и довольно кропотливо проверять. То есть, смотреть профиль, там, в гейме, в стиме даже. Посмотреть, там, что за человек, что он там написал. Не скопировали откуда-то тупо заявку. Что за людей, что за люди из-за него могут вписаться, так скажем. То есть, это довольно сложный, кропотливый процесс. И если кто-то помнит, то последняя, проверка последних тикетов, он заняла, наверное, больше месяцев. Да, да. Да, я помню, я тогда долго ждал. В принципе, это одна из причин, почему последние, допустим, тикеты мы сделали именно от приглашенных пользователей. Потому что банально, чтобы сократить количество этих самых тикетов. Потому что иначе это просто заняло бы, ну, сейчас, я не знаю, писало бы, наверное, тысяч пять человек, условно. И мы это проверяли бы, не знаю, полгода, что ли. То есть, вот здесь вот такая вот проблема. Ну, в данном моменте, да, ты прав. Но расскажи, на что вы обращаете в первую очередь внимание при проверке тикетов? Потому что я когда-то делал ролик на эту тему. И многие мне после этого ролика писали спасибо, меня приняли. Также были люди, которые писали, меня не приняли, что за ерунда. Вот расскажи, на что вы больше обращаете внимание. И рассматривает заявки один человек? Или же у вас, как бы, группа лиц садится, такая, за круглый стол, и начинают смотреть заявочки и уже непосредственно выносить вердикты? Ну, в принципе, в основном мы обращаем внимание именно на то, насколько честно, в принципе, искренне, и насколько человек, в принципе, старался писать свою заявку. Здесь, как бы, нет единого правила, какого-то рецепта, магического, по которому мы сразу примем. Просто нужно постараться, действительно, расписать про себя и не быть вовлеченными во всякие там скам, схемы и прочее. То есть, мы такое что-то заметим. Если мы, например, не заметим, что человек все, что и делал, занимался продажей каких-то аккаунтов читов. Ну, то есть, у такого уже будет поменьше шансов. А так, как бы, просто читаем и смотрим, что есть за человек, насколько он реально постарался при написании этой самой заявки. А насчет того, принимает ли команды либо же один человек, ну, здесь, в принципе, стараемся принимать команды. То есть, именно, выносить какое-то обсуждение, там, заходить куда-нибудь, там, в дискорд, там, венедеск или куда-либо еще, и, соответственно, смотреть уже вместе. Ну, соответственно, ввиду объема, это не очень получается. Но, мы стараемся делать именно так. Ну, в целом, ну, я понимаю, да, то, что 2000 заявок рассмотреть, это будет крайне сложно. А еще такой момент есть. Смотри, у вас при одобрении аппликации, у человеку дается 3 дня на то, чтобы оплатиться сапку. Скажи, почему такие короткие сроки, вообще зачем они нужны? И реально ли как-то с вами договориться, допустим, у человека нету в данный момент денег. Это было особенно актуально на позапрошлом, можно сказать, тикетвейве, который вот долго шло рассмотрение. Потому что люди написали, там, прошел месяц, условно говоря, они уже все деньги, которые откладывали, потратили. Вот. Реально ли с вами договориться о том, чтобы как-то этот срок увеличить? Ну, смотри, здесь с этим все очень просто. Когда проводились первые, так сказать, наши заявки, мы заметили то, что люди, которые не купили подписку, там, в первую, условно, там, даже день-два, в большинстве случаев эти аккаунты просто продавались, там, выставлялись на их гейм и так далее. Либо же просто бывало, что какие-то мертвые аккаунты, которые просто, ну, никакого смысла нам в них нет. Поэтому, как бы, мы решили ввести вот такое, как бы, ограничение. То есть, и таким вот образом просто отсечь людей, которые просто все, что хотят, это зацелить аккаунт. Ну, или попасть в софт, просто непонятно для чего. Да, коллега. Да. Можно ли с нами договориться? Ну, скорее, нет. По крайней мере, ни у кого пока что не получалось. Потому что, ну, я не знаю, ну, сложно поверить в то, что ты писал заявку и прям отложил все деньги и не можешь купить. Ну, честно, звучит не очень правдеподобно. Поэтому, пока что никто не смог договориться. Я понял. Так что, чуваки, если вас все-таки примут когда-то в НЛ, те, у кого его нету, не забудьте, что нужно оплатить саппу. Слушай, ну ладно, с этим мы разобрались. Сейчас будет вопрос, который интересует даже меня. На моменте перед выпуском V2, в V1 не было долго обновлений. Вот с чем это было связано? Почему вы не сделали так, что вышел какой-то апдейт, который был для V2, бета-юзеры его протестировали и вы его дропнули в релиз? Почему именно вот был вот этот вот, скажем так, промежуток, когда чит, скажем, был не в лучшем состоянии и тем не менее вы все-таки работали над V2 вместо того, чтобы выпускать апдейты в V1? Ну, здесь, в принципе, согласен, что, возможно, это была не лучшая тактика так долго, то есть, дилейить какие-то обновления. Но, в принципе, так просто получилось, что в какой-то момент мы поняли то, что очень много чего в чите, что как бы нужно переделать. То есть, а ты переделываешь одну вещь, а как бы там уже за это цепляются другие. То есть, таким образом получилось так, что мы поняли, что проще будет просто поработать над всем читом, все переделать и потом уже прилизить. То есть, вот как-то так. Сейчас, конечно, мы постараемся все-таки так не делать, постараемся просто выпускать обновления. Кстати, уже готовится скоро обновление. Такой спойлер. Ну, ну вот все. Ну, как говорится, ждем обновления и слушай. Такой момент. Перед выходом в 2-го, непосредственно у дефбилда и у беты изначально, был вид новой менюшки. Его неоднократно вроде как сливали, и ходило о нем много разных слухов. Мог бы ты рассказать, сколько у вас было менюшек, и по возможности показать наработанные менюшки, которые могли бы быть в 2-ом зрителе? Ну, касательно скринов меню, здесь как бы я не могу ничего предоставить, потому что это было уже довольно давно. И сейчас уже ничего не сохранилось. А так, в принципе, эта версия меню появилась довольно быстро. Всего, наверное, не знаю, ну, может быть, было 2-3 версии менюшки. И конкретно вот эта появилась довольно рано. В принципе, наши бета-юзеры, наверное, не дадут мне соврать. Касательно сливов, конечно, я бы не сказал, что они были неоднократны, потому что довольно быстро мы все пресекли. Но, конечно, слив был, да, и это было довольно неприятно. Хотя, в принципе, меню, которое было там, оно довольно сильно отличается от той, которая сейчас есть. То есть, она похожа там по световой схеме, по каким-то идеям, но если присмотреться, то довольно много коренных, я бы сказал, различий. И по структуре, и так далее. А почему вы так скрывали это меню? Это было для того, чтобы вызвать большую интригу, или в чем была сама суть скрытия, так скажем? Ну, суть, во-первых, была о том, что, в принципе, показывать какое-то недоработанное меню, ну, довольно странная фигня. Ну, и, конечно, что создать интригу какую-то, в принципе, наверное, интереснее как-то подогревать какой-то интерес и взять и релизить все такие вау, как и классные. Чем заранее все будет известно и просто... А мы еще будем, допустим, два месяца перерабатывать, в итоге вообще получится что-то другое. Просто странно. Ну, в какой-то мере ты прав. Знаешь, я долго задумывался, ведь маркетов раньше таких, как у вас, подобных, нигде не было. И это очень круто. Я знаю то, что занимались его реализацией ты и анархист. Расскажи, как вы вообще придумали эту задумку, как она вам пришла в голову, и в целом... Зачем и почему? Ну, идея эта пришла очень просто. Мы просто увидели то, что много людей пытаются как-то застрелить свои конфиги, пытаются как-то застрелить свои скрипты. А также много людей, в принципе, ищут, допустим, какие-то готовые конфиги, готовые скрипты. Ну, и пришла такая идея, что было бы прикольно создать какую-то удобную площадку для тех или других. Вот как-то так, в принципе, идея эта пришла довольно давно, наверное, когда, наверное, только начал выходить, когда мы начали задумываться о скриптах. Ну, и реализовали мы достаточно, наверное, все быстро. Вот так вот. Слушай, ну, расскажи тогда в таком случае, почему у вас такая большая комиссия? То есть, вот я, как человек, который продает конфиги, у меня взымается комиссия за то, что я продал конфиг, взымается комиссия на вывод. То есть, и там, и там. И я не помню, пополнял, и при пополнении, я честно скажу, я не помню, взымается или нет. И при покупке я тоже не совсем знаю. Но вот, во всяком случае, для продавцов, вот почему такая комиссия? Ну, все очень просто. Если кто-то серьезно думает, что мы какие-то зарабатываем деньги с маркета, он серьезно ошибается, так скажу. Суть в том, что, если кто-то заметил, что при пополнении счета, по сути, приходит кассовый чек. То есть, в принципе, наверное. Не секрет то, что мы работаем легально, и поэтому, во-первых, мы платим налог 6%. Во-вторых, идут различные, там, комиссии при переводах. То есть, допустим, при выводе, на пылать всякие комиссии, там, если на какие-то карточки вводить и так далее. Я уж молчу про PayPal. То есть, все эти комиссии, налоги и так далее, все складываются. В итоге получается так, что мы, может быть, ну, не знаю, пару процентов, может, маркета зарабатываем, но не больше точно. То есть, эта комиссия не просто взята из воздуха. Я согласен, что она довольно немаленькая, но нам пришлось такое сделать. Слушай, ну, а не планируете ли вы помочь людям, так скажем, отчасти помочь людям? С той точки зрения, чтобы добавить API для того, чтобы люди, которые имеют свои кфг-шопы и у которых есть свои боты в кфг-шопах, могли добавить конфиг с маркета на свою группу ВК. И, соответственно, человек будет просто покупать, также вписывать ник, и ему автоматически будет выдаваться конфиг через маркет. Ну, насчет такой идеи мы, конечно, думаем, но, в принципе, я не знаю, мне кажется, что нам это не очень-то, в принципе, нужно, наверное. Потому что, ну, это, в принципе, вся идея маркета теряется, что вы заходите на маркет, ищите конфиг и так далее. А так это какая-то странная фигня, то, что человек заходит в группу ВК и как бы покупает через маркет, но как бы и через маркет. Ну, это не совсем так реализовано. Я имею в виду то, что люди, как покупали через маркет, они так же и будут покупать, ведь не во многих кфг-шопах есть боты, это вот просто как бы для начала. А людям, которые продают просто товары в группе ВК, у которых там актив, и люди, которые заходят к нему и ищут их конфиги и покупают, просто было бы гораздо проще добавить свой конфиг как товары, чтобы человек мог вам непосредственно покупать у человека. И это и для вас, в принципе, будет меньше мороки, потому что у вас не нужно будет лишние выводы вот эти вот искать, переводить и так далее, да. То есть, ну, это все же тоже занимает некое время. И человек не платит комиссии и инстантом получает деньги, то есть, мне кажется, достаточно удобно для обоих сторон, как для вас, так и для продавцов. Да и для пользователей тоже. Не знаю, я думаю, что здесь нужно рассмотреть все стороны, потому что, ну, здесь все не очень однозначно. Ну, просто, на мой взгляд, довольно странно, как бы, когда человек, как бы, продается через группу ВК, и при этом продается на самом деле через маркет. Вообще, я бы предложил таким людям просто взять и выложить ссылку на маркет, и самый простой вариант сейчас. В будущем, может быть, мы подумаем над вводением какой-то API, но пока что нет такого в планах, честно. Ну, это мы выяснили. А, расскажи, ты упомянул выше то, что скоро будет апдейт в Новорлузе, и это достаточно круто, потому что, надо бы, я думаю. Ну, как бы, никогда не это самое. Чит не будет лучшим, его постоянно нужно допиливать, допиливать и допиливать, так или иначе. Но, расскажи, планируются ли у вас какие-то глобальные апдейты, может быть, в самом числе, я не знаю, или предстоящий апдейт будет каким-то глобальным. Либо, может быть, вы решите обновить форум, что-то такое в планах имеется. Ну, смотри, апдейты планируются, насколько они будут глобальными, ну, сложно сказать. Планируем, в принципе, сайт обновлять и чит. Я бы сказал, следите за новостями, смотри, и узнаете обо всем первыми, вот так. Да, еще подписывайтесь на канал, кстати, да. Ну, я думаю, основные вопросы про Новорлус, которые я хотел тебе задать, я задал. И сейчас бы я хотел бы задать такие, некоторые вводные вопросы, можно сказать. Расскажи, как вы собрали свою команду? Ну, касаемо соуфифа и анархиста мы выяснили, но касаемо саппортов, бета-юзеров, скрипт-модераторов и прочего стафа. Как все-таки пришли, как набирали, как, возможно, можно вам в стаф вступить? Про этот момент я бы хотел услышать. Ну, в спиртхаке все было довольно просто, там, мы просто посмотрели, кто у нас самый активный пользователь, так скажем, кто пытается помогать другим и просто предложили, так сказать, поучаствовать в саппорте. Естественно, потом были люди, которые сами написали с предложением, так сказать, помочь. Ну, и таких людей брали. Ну, а с Новорлузом было еще проще, просто взяли людей, которые были в спиртхаке и перенесли их на Новорлуз. Вот. Касаемо того, можно ли сейчас попасть в стаф, ну, я думаю, что не особо, потому что у нас сейчас уже довольно комплектованная команда, и кого-то брать сейчас, ну, нам нет смысла. Возможно, будет еще все изменится, тогда, возможно, вы об этом узнаете на властях, либо же мы просто кому-то напишем, кому посчитаем нужное. Ну, как-то так. А ты не сказал касаемо бета-юзеров, когда у вас будут открыт набор, скажем так, бета-юзеров, потому что я буду откровенен, я сам хотел получить бету, и писал ему Анархисту, и, увы, он сказал то, что в данный момент бета закрыта. Ну, насчет беты, она, в принципе, как на многих местах, действительно закрыта. Но планируем ли мы создавать бету, ну, не знаю, может быть, в будущем. Сейчас пока, честно, нет таких планов, потому что сейчас у нас, ну, стафф-мемберы тестируют чит, ну, и различные, так сказать, приближенные к стаффу-люди. Ну, может быть, мы решим, когда мы читали бета, но сейчас пока не будем ничего рассказать. А на данный момент есть ли конкуренты на рынке? Я сейчас говорю про все софты. То есть, кого из проектов вы считаете конкурентами? Как в RAID-читах, в LEGIT-читах и LEGIT-EU-читах? Ну, так скажу, конкурентов, конечно, много. То есть, конкуренция довольно жесткая, приходится постоянно обновление делать, постоянно что-то улучшать. Какие конкретно? Ну, я думаю, в принципе, всем довольно известно, что там за конкуренты. Не хотелось бы называть конкретные имена. Но, так, я считаю, что сейчас у нас довольно хорошие читы, которые довольно серьезные конкуренты для многих. Поэтому, вот так вот. Не знаю, что-то говорить, на самом деле. Ну, а раз RAID сравнивается с китом, я думаю, это уже что-то тогда значит. В общем-то справедливо. Да. Расскажи про подводные камни в мире кодинга. На самом деле, мне очень интересно, я сам хочу научиться кодить, как-нибудь заставить себя, у меня никак не получается. Но расскажи, бывают ли такие моменты и бывали ли такие моменты, когда вот хотелось просто взять, все бросить и сказать, да пошло все нахуй, пойду там спать. И не хочу я этим заниматься больше. Вот про такие моменты. И как ты с ними справлялся, если они были? Ну, касательно подводных камней, я бы сказал бы, тут если рассматривать кодинг, то, в принципе, прям каких-то таких особых подводных камней нет. Потому что все уже есть в паблике. Если рассматривать, так скажем, бизнес-сторону вопроса, то здесь уже, конечно, идет всякий хейт, непонимание, что это продукт, так сказать. Проблема там с рекламой и так далее. Как справлялись, просто, наверное, продолжали работать и делать то, что делали. Старались не обращать внимания на какие-то внешние вот эти вот факторы. И, в принципе, все получалось. Похвально. Единственное, что я могу сказать, похвально. И сейчас такой прозвучит вопрос, который, я думаю, интересует... Не то, чтобы даже интересует, он просто очень интересен большому количеству лиц. Я не буду говорить конкретно про тебя, я просто скажу, сколько приносят ваши три проекта денег? Так, Юрий, идусь, перелогинься. Он лог. Так, ну, если серьезно, то, в принципе, приносят довольно неплохо, и не хотелось бы называть конкретных сумм. Можете поверить, что, в принципе, довольно все хорошо. Конечно, сейчас на верну стоят приносят так много, как полгода, потому что он закрытый проект. Спершак, в принципе, довольно дешевый. Но, скажу так, мы не жалуемся. Ну, хотя бы яхту-то купили рядом с эзотеликом. Нет, пока до такого, конечно, еще не дошло. Пока только с Филиппом стоит, да, такая небольшая лодочка. Понял, понял тебя. Ну, и, пожалуй, наверное, последний вопрос. Когда будут аппликации открыты, либо как это было у вас в последний раз для пользователей, то есть только для мемберов, но все же, когда произойдет этот момент? Касательно того, когда откроются, ну, честно, мы сами не знаем. То есть, вот я даже смотрел твое видео, и ты говорил, что, типа, мы сами не знаем, когда там откроются инвайтер квесты и так далее. В этом плане ты прав, то есть мы, в принципе, сами сейчас у нас нет какой-то конкретной даты, когда они действительно должны открыться. Это все происходит так, что мы, допустим, просто, допустим, там, за пару недель, там, за месяц даже решаем и уже открываем. Сейчас пока таких, как бы, планов нет, потому что мы сейчас привели вот эти инвайтер квесты. Пока что надо пополнить, так сказать, базу наших пользователей, и пока что все хорошо. Когда потом будет, ну, честно, не знаю. Думаю, что в этом году, по крайней мере, точно больше пока ничего не буду сказать. Звучит, на самом деле, очень обнадеживающе, учитывая тот момент, то, что год только начался. Слушай, ну и, наверное, это был не последний вопрос, у меня так вот сейчас всплыл резко один момент, который бы я тебе хотел задать. Если это не является закрытой информацией, то сколько в Новорлузе сейчас пользователей? И почему вы не сделали УИД-систем? Да. Вот, пожалуй, я хотел это задать раньше, но что-то у меня вылетело из головы. Ну, насчет того, сколько активных пользователей? Не активных, просто пользователей, мемберов, которых есть, а инвайт, скажем. Ну, в принципе, пользователи, скажем так, больше тысяч. То есть, я не помню, какое там конкретное число, но точно больше тысяч. Как бы это, в принципе, не очень много, но и не очень мало, так сказать. А когда насчет того, почему мы не сделали УИД-систем? Ну, просто решили, что нет смысла ее делать. В принципе, мы не ставили себе цель ее делать, просто мы делали сайт. Сайт у нас, как бы, как-то выявить, довольно михальный, самописный, я бы сказал. И просто мы не стали ее делать, вот и все. Понял. Огромное тебе спасибо, что согласился дать мне интервью. Это было достаточно круто и интересно, как для меня, так и для многих других людей. Я надеюсь, что тебе так же было интересно. И хотел бы ты сказать что-то на прощание. Ну, на прощание я бы сказал, что просто нужно работать и обращать внимание на хейт. И тогда все будет хорошо и классно, вот и все. Согласен. Терпение и труд все перетрут, как говорится. Но я вам хочу сказать большое спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, прожимать лайк и, что самое главное, колокольчик, чтобы не пропускать такие крутые видосы. Но и про мой кфг-шоп, который будет в описании. И, кстати, как вы сами слышали, конфиг на Неверлуз нельзя продавать в своем кфг-шопе, поэтому на него тоже ссылочка отдельно. Всем огромное спасибо и всем пока-пока.